Дорогие друзья, всем здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мама знает все. Про то, как приучить сына к спортивной дисциплине, как решиться отдать мальчишку в футбольный интернат в другой город, как сделать так, чтобы он не заметил ее слез из-за его неудач, и как смириться с тем, что он полностью поглощен своим футболом. Мама на самом деле все это знает. Это проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. В студии ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. В центре внимания у нас игроки национальной сборной, то есть самые крутые футболисты страны, при том как современные звезды, так и уже завершившие свою карьеру легендарной личности. Сегодня речь пойдет как раз о молодом игроке. Он полузащитник футбольного клуба Ростов и национальной сборной. Это Данил Глебов. В гостях у нас его мама Ольга. Здравствуйте. Добрый вечер. Ольга, ваш сын в 22 года все такой же бородатый? Да. Как давно он носит бороду? С того момента, как он начал играть в клубе Анжи. А вы как относитесь к тому, что вот совсем молодой человек отрастил себе вот это вот все? Ну, я говорю, что, наверное, может быть, это не сильно красиво. Он говорит, мне это нравится. Я говорю, ну, пусть будет, как нравится тебе. Скажите, а он с вами советуется вообще по поводу своего внешнего вида? Нет. Раньше как-то еще более-менее советовался. Сейчас у него есть жена. А вообще Данил тщательно работает над своим имиджем? Очень. Он всегда старается выбирать себе очень такие дорогие, качественные вещи. Яркие старается предпочитать. Смотрит в зеркало много-много раз, прежде чем выйти из дома. А Данилу важна популярность? Я думаю, что да. Он хочет быть популярным, он хочет быть известным, он хочет привлекать к себе внимание публики. Он хочет быть в центре, да, то есть он хочет быть лидером, капитаном. То есть ему эти качества присущи как человеку, как спортсмену. А в том, с кем гордятся? Знают наверняка все. Ну, в том, где он начинал свою футбольную деятельность, конечно, все знают, и все им гордятся, и все смотрят, все матчи, когда он играет за Россию, за Ростов, когда он забивает голы, конечно, все за этим наблюдают. Однажды с сыном, 1 сентября вы пошли гулять в городской парк, на аттракционах кататься, и потом, потом вы сделали, в принципе, то, что определило его судьбу. Да. Расскажите. То есть, когда ему исполнилось 6 лет, я говорю, Даня, сына, надо чем-то заниматься, каким-то видом спорта. Он говорит, ну, давайте футбол. Ну, я говорю, ну, пойдем тогда заниматься футболом. Мы пришли на стадион труд, где у нас занимается основная главная команда. И там нам встретился человек, который сказал, что набирают детей в субботу и в воскресенье в 9 утра происходит отбор маленьких 6-летних детей. Мы с ним пришли в субботу в 9 утра, я его привела туда на этот стадион, там было 20 детей, стояло два тренера, они гоняли мяч по полу, и потом выбирали, кто более-менее неплохо играет на поле, и отобрали лучших, и так он попал в футбол в 6 лет. К разговору присоединяется первый тренер Данила Глебова, Ильдар Геннадьевич Ханафеев. Привет, привет. Ильдар Геннадьевич, смотрите, Данил до сих пор с огромной благодарностью вспоминает, что вы прививали ему не только спортивные навыки, но и человеческие качества. Вот по вашему мнению, в идеале сколько в тренере должно быть спортивного наставника, а сколько воспитателя? Как мама и папа, все в одно, понимаете? 50 на 50, 50 тренера и 50... Конечно, конечно, совершенно верно. Он и тренер, и папа, и мама, и дедушка, и бабушка, и так далее, все. Все в одном. А вам же маленькие футболисты носили дневники на проверку и говорят, что если что-то не то, вы могли не допустить до тренировок. Было такое, было, да. Знаете что, я даже наоборот радовался, когда у них поведение может быть такое там, ну, напишешь поведение там, не вот там или что-то, значит, пацаны живые. Как вы относитесь к нефутбольным хобби мальчишек? Они мешают или помогают? Вот, например, Данил, насколько я знаю, играл в компьютерные игры. Вы же тоже в курсе про это? Ну да, я начал, знаете, когда он начал, когда он в команду попал, он там начал играть, а так я не слышал. Я наоборот говорю, часик, полчаса всегда можно давать мальчику играть. Все в меру, как говорится? Конечно, совершенно верно. Ильдар Геннадьевич, вы смотрите, сам Данил называет себя бульдогом. Мол, в игре он такой же цепкий, может даже укусить соперника. Вот, некрасиво, мне не нравится-то. Какие качества в первую очередь вы разглядели в Даниле, когда он пришел непосредственно к вам заниматься? Это индивидуальность. Любит обыгрывать, любит с мячом возиться и любит на себя какую-то ответственность взять в игре. Мне очень нравился мальчишка, очень нравится. Ильдар Геннадьевич, а что было с футболом в небольшом городке Сибири, когда еще Данил у вас занимался? Какие были условия для юных футболистов? Ой-ой-ой, это конечно. Знаете, что когда мы вышли в премьер-лигу, там у нас такой бомб был. Просто ребята шли. Просто у нас же отбор был у ребятишек. И пришло на этот набор человек 70, что ли. Хороший такой набор. Вот это действительно от 99-го года. Ой, какая у нас беда. Это, конечно, сибирские условия. Конечно, у нас манежа не хватало немножко. Поле сильно не было хорошего, понимаете, искусственного. Ну, то есть мальчишки в снегу могли играть, да? Вот так вот. Конечно. Да вы что, мы все играли и по снегу, да. Действительно, да. А спрос на футбол как-то изменился? Мальчишек больше стало, меньше? Знаете, вот честно сказать, качество ребятишек немножко упало. Чем это связано? Это тяжело сказать, понимаете. На турнире «Кожаный мяч» можно сказать, что футбольное сообщество впервые выделило Глебова. А вы к тому времени понимали, что, ну, по сути, вырастили будущую звезду? Или отличная форма и желание играть в целом не гарантирует успех в футболе? Когда он вышел уже в Анжи играть, действительно, молодец, я думаю. Молодец, мальчишка. Его и тренеры хвалили, мне даже Ильдар Геннадьевич с Анжи звонили. Ильдар Геннадьевич, у вас есть ребята такой же, как Глебов? Если есть, то приглашаю, давайте его к нам. Да, это 99-й год, прямо аж это, ну, радует, порадовали меня. Спасибо вам огромное. Итак, друзья, я еще раз отмечу, что у нас в программе был первый тренер Данила Глебова, Ильдар Геннадьевич Ханафеев. Удачи вам, поменьше игр на снегу, побольше мальчишек, чтобы приходили в секцию, и чтобы качеством были такие же, как Глебов. Спасибо вам огромное. Удачи вам, здоровья, все тоже хорошего вам. Боже, у него такой добрый голос. Просто какой-то сказочный герой. В жизни совсем другой на тренеровках. Да, два человека разных. То есть как тренер он не такой сказочный и вот такой добродушный. Ну, он достаточно строгий, достаточно требовательный к детям, да. То есть он много требует, много их заставляет делать разные сложные какие-то упражнения с мячом выполнять. То есть иногда их ругает, иногда наказывает. Они даже обижались? Ну, по крайней мере, Данил как-то никогда не обижался. То есть он такой был очень простой, покладистый, то есть ему это все легко давалось. И он как-то всегда эти все какие-то замечания не принимал близко к сердцу. Вы, по-моему, рано разошлись с отцом Данила, да? Да, да. Ему еще было 5 лет всего. Но все равно личную жизнь построили. По-моему, у вас сейчас есть уже двое детей еще. То есть вы многодетная мама у нас. Да, у Данила есть младшая сестра, ее зовут София, ей 8 лет. И младший брат, ему 6 лет, его зовут Серафим. Какие у них взаимоотношения? Данил... Ну, разница большая, конечно. Да, Данил, конечно, к ним относится очень хорошо. Он их очень любит, он их всегда балует, выполняет любые их прихоти. Все, что они захотят, все подарки, которые они выберут, то есть он все это им покупает. В прошлом году и в позапрошлом году мы ездили на море вместе с Данилом. То есть приезжали мы в Сочи, и он туда приезжал, Данил из Ростова, к нам. То есть мы там общались какое-то время определенное. Но ближе, наверное, все-таки он с сестрой, мне кажется. Потому что когда она родилась, он был еще дома. А когда родился Серафим, он уже уехал в Анжи. А Серафим не мечтает быть похожим? Мечтает. Обрата и стать футболистом? Мечтает. Мы смотрим все матчи, мы болеем, мы не спим, когда они идут долго. Мы всегда желаем ему победы. Серафима звонит, ему говорит, что Данил должен забить гол, должен победить. В футбольной школе еще не повели его? Пока нет. Вот я думаю, что в сентябре готов принять. В сентябре, я думаю, мы пойдем. Данил часто рассказывает, что очень большую роль в его воспитании сыграл дедушка. Это папа отца. Да. Как его звали? Так, его звали Юрий Александрович. Юрий Александрович. Да. За футбол, видимо, он тоже очень сильно ратовал, да? Да, он сам был любителем футбола. Он, к сожалению, сам не играл. Он посещал все матчи футбольные, которые у нас проходили. Такой болельщик. Да, в томи. И вот когда уже Данил учился во втором-третьем классе, он уже непосредственно принимал активное участие именно в его футбольном становлении. На тренировки водил? Да, возил. Возил? Возил его на тренировке, да. Ждал там, пока он оттренируется, два часа, либо полтора. Забирал, привозил домой, покупал бутсы. Помогал с обеспечением тоже с экипировкой. Да, да, да. Очень много с ним общался, очень много с ним разговаривал. То есть убеждал его, что нужно заниматься. Нужно заниматься, не бросать никогда, не унывать. Продолжать огорать, несмотря ни на что. То есть вы тоже считаете, что он тогда очень серьезно повлиял на мальчишку? Я думаю, да. Наверное, вот эти два человека, которые именно повлияли как становление его как футболиста, это первый тренер Ильдарь Геннадьевич Хнофеев и дедушка Юрий Александрович. Юрия Александровича уже нет, к сожалению, в живых, да. Дедушка успел застать футбольный взлет внука? Он застал, наверное, до того момента, пока он не уехал в Анжи. Ну, то есть все равно еще первый этап, по сути, да? Да, то есть до 15 лет, получается, вот он занимался воспитанием его, а потом уже, к сожалению, вот так случилось, что он уже не увидел все то, чего достиг Данил сейчас. Но все равно получается, что дедушка, по сути, в какой-то момент заменила ему отца? Ну, я думаю, наверное, да. То есть ему, конечно, не хватало этого, я думаю. И он, по возможности, как мог, он, конечно, заменял, да, как мог. Данила он очень любил, Данил был к нему очень привязан. То есть они очень много общались, очень много разговаривали. У них были очень близкие, очень теплые отношения, конечно. Эта программа «Мама знает все». Все про наших самых перспективных футболистов, про их семьи, про их детство. Самые честные истории от мам игроков национальной сборной. Сейчас мы прервемся, вернемся совсем скоро. Данилу Глебову 22 года, а он уже капитанин в футбольном клубе «Ростов». Им интересуются другие топовые клубы страны. Он играет за сборную России. Глебова ценят тренеры и обожают болельщики. За трудолюбие и за искренность. «Мама знает все». Это проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». А в студии у нас мама Данила Глебова, Ольга. Мы продолжаем. Ольга, Данил в 15 лет уезжает из дома в Москву. Вы были готовы к этому? Ну, сложно сказать. Наверное, мы не были готовы, а он особенно был не готов в том, чтобы покинуть родной город, в котором он прожил 15 лет. На отрождение, да, конечно. Да, он был очень привязан, конечно, к этому городу. Здесь его друзья, здесь его тренеры, здесь его школа, здесь его семья. Ему, конечно, этот отъезд давался очень тяжело. А как получилось, что его заметили и пригласили в Академию Локомотива? Он ездил летом на соревнования по футболу, и там его заметил селектор, который занимается отбором именно молодых игроков. То есть он смотрит на детей и отсматривает потенциальных будущих футболистов. Вот я представляю, как вас разрывало. С одной стороны, перспектива Локомотива, с другой стороны, отпустить мальчишку из дома. Как это на весах балансировало? Я ему говорила всегда так, Даня, сына, если есть такая возможность, ей нужно воспользоваться. Вернуться ты всегда успеешь, а таким шансом нужно воспользоваться. То есть как бы тебе не хотелось вернуться обратно, все-таки нужно как-то перебороть себя и все-таки попробовать закрепиться там, в Москве. Ну, плакали, наверное, все, каждый на своих местах, я так понимаю. Ну, плакали, да, и я, конечно, переживала очень сильно, и он очень сильно переживал. Что там за трогательная история была, когда он уже приехал в Москву, стал распаковывать чемоданы, нашел какие-то гостиницы, которые вы с дедушкой ему там заботливо положили. Да, то есть я ему покупала всегда конфеты шоколадные и ложила всегда небольшой кулет на всякий случай. Думаю, вдруг ему захочешь что-то там сладенькое поесть. И он, когда открывал этот, когда распаковывал уже чемодан. В Москве? Да, и увидел этот пакет с шоколадными конфетами. И, конечно, у него такая накатила, такое, может быть, ностальгическое какое-то воспоминание, что, может быть, даже он немножко всплакнул. Ну, в любом случае, надо поговорить с тем, кто отчасти в этом всем виноват. На связи у нас агент Данила Глебова Павел Банатин. Павел, вы агент Глебова с первого дня. Вот такая верность и абсолютное доверие агенты и футболисты – это норма или, скорее, аномалия? Ну, в моем случае, я считаю, что так вообще и должно быть. А впервые вы его заметили в Сочи на турнире «Кожаный мяч». Вы тогда отсматривали ребят для сотрудничества? Ну, да, это традиционный такой способ работы. Вот как раз есть же разные категории агентов. Есть, которые помогают клубам, есть, которые помогают ребятам. Вот у нас принцип работы такой, что молодых ребят 14-15 лет в те времена. Сейчас регламент такой, что с 16 лет сотрудничество официальное разрешено. Вот мы заметили, да, познакомились, пообщались. По-моему, тогда на Данилу немногие обратили внимание, потому что там какой-то бомбардир был, который постоянно забивал, и все к нему ринулись. А вы все-таки обратили внимание именно на Данила. Да, именно так и произошло. Ну, на самом деле, если быть честным, не то, что я. У меня там есть старшие профессиональные тренеры, которые мне подсказали в этот момент, что, на самом деле, всю игру делает другой футболист. Ну, а все побежали, да, на бомбардиры смотреть. Всю игру делал Данил, и вот опытный глаз увидел это, и подсказали, ну, в принципе, что и оказалось правдой. А вот смотрите, мы только что с мамой обсуждали момент, когда Данил переехал в Москву, и вот у него были срывы, он хотел очень вернуться домой. Вам он как-то это говорил? Вот какие у вас были аргументы? Ну, да, я вот, кстати, хотел бы отдать должное маме Ольге Данилу очередной раз сказать спасибо. Она прониклась в тот момент, доверилась. Да, были непростые времена. Да там вплоть до саботажа доходило, то есть он закрывался в номере в интернате, в Локомотивском, и там целыми днями я не выйду, и все, давайте меня отправляйте домой. Хочу в Томск. Хочу домой, и все, да, на все уговоры, кем ты будешь, что у тебя тут шанс, там, такой тебя видит, там, у тебя перспектива, мне все равно, мне плевать, я хочу домой, мне ничего не надо, хочу к маме, к бабушке. И вот, ну, да, благодаря Ольге, его доверяют, там, я помню, бабушку привозили в Москву, там, она ему уговаривала, чтобы останься, и так далее. Но вот все равно, потом вот мяч ему давали, и он вот на какое-то время забывал об этих всех своих страданиях, так скажем, там, ну, я там вокруг него там днями проводил. Ну вот, Павел, смотрите, Данил говорит, что если бы не вы тогда, в 2015-м, он бы, наверное, до сих пор сидел в Томске без дела. Вы считаете такой вариант возможным? То есть он мог похоронить свой талант, по сути? Так так в основном и происходит. Он просто исключение из правил, которые подтверждают правила. По статистике даже где-то на 10 талантливых ребят заигрывает один, потому что не хватает воли и трудолюбия, и какого-то терпения. Павел, вот только что подумал, что, возможно, нашу программу слушают люди, которые не до конца понимают вообще, чем занимаются футбольные агенты. Расскажите, пожалуйста, что входит в ваши обязанности? Сопровождение юридическое, но в первую очередь, я считаю, моральное и бытовое. Поскажите, пожалуйста, а почему у футбольных агентов в обществе так себе репутация? Ну вот, грубо говоря, пару лет назад был случай, там, Джуба, вот у него был момент, его там почему-то не перешел, у тебя были предложения там из Англии. Ну, он говорит, вот меня обманули агенты. А в чем обманули, где обманули? Никто же этого не слышит, не понимая, как там было на самом деле. Ты слышишь от поверхности, что что-то почему-то где-то смотрели агенты. А у нас человек же не любит разбираться в самом предмете. Все просто слышат, а вот, они виноваты, он не перешел, они злодеи, им нужны только деньги. Ну да, у нас в большинстве своем, считают, футбольных агентов, это просто люди, которые перепродают футболистов туда-сюда и имеют с этого хорошую выгоду. Мы делаем то, чтобы для футболиста, чтобы он думал только о футболе и о карьере. Ну, после своей семьи, естественно. Павел, а скажите, пожалуйста, вот такие теплые отношения с семьей, с Данилой, они сразу у вас сложились? Или был момент притирки? Ну, нет, наверное, не сразу. Много событий уже. Он же переезжал благодаря своему характеру. Даже в какой-то момент руки опускались, но вот что-то повлияло. Вот он поехал в Махачкалу, вот что-то вот голо. Вот я был уверен, что откажется туда ехать, но поехал. И вот уже там мы уже, наши отношения, вот я туда прилетел к нему, там один раз, второй, третий, и там уже наши отношения укрепились. И вот уже тогда можно назвать, что они стали дружескими. А правда, что в футбольных кругах Даню называют мини-мужик? Слышали такое? Ну, конечно, там это и началось оттуда. Почему такое интересное прозвище? Ну, у него внешность, во-первых, он перестал там бриться особо, когда в Дагестане он начутился, потому что такое окружение там попало, они особо не бреются. Вот, раз. А второе, это его как на поле, он такой злой, он. Когда там спросили, а сколько ему лет, ему 19 лет, там, или 18 на тот момент, он сказал, ну, это чистый мини-мужик. Спасибо большое за все комментарии, за откровенность, за рассказ Павел Банатин. Агент Данила Глебов был у нас в эфире. Всего доброго, счастливо. Спасибо, до свидания. Ольга, а в Академии Локомотива Данил жил в интернате? Да. Вам удавалось к нему прилетать, приезжать? К сожалению, нет, потому что у нас был маленький ребенок дома, и поэтому мы общались только вот по телефону. То есть вы даже не знаете, по сути, в каких условиях он жил? Ну, то есть только с его слов? Да, только с его слов, да. То есть как он там жил? Ну, в общем-то, его там все устраивало, там были хорошие благополучные условия проживания, питания, он посещал школу, посещал тренировочный процесс. Вы пытались как-то его контролировать издалека? Нет. Нет? Нет. Считали, что не надо или не находили возможности? Ну, я пыталась контролировать только одну сферу, это школьную деятельность. То есть я, да, хотела, чтобы он ходил в школу, не пропускал, а посещал занятия, получал знания, чтобы это тоже было не последнее, не на последнем месте. Скажите, а характер у него к тому времени уже сформировался? Стержень какой-то был, который вот, собственно говоря, может быть, вам и внушал уверенность, что он сможет, он выдержит? Ну, у него был стержень, но был еще он немножко слабоватый, некрепкий, наверное, стержень такой, да. То есть он был внутренний изначально, но ему не хватало, наверное, может быть, еще каких-то взрослых качеств, чтобы там закрепиться, чтобы там остаться. То есть он еще был, ну, немного в душе ребенок, наверное. Поэтому, да, всегда хотел домой. Но не все сложилось так, как надеялась мама. В Академии ЛОКО Данил Глебов надолго не задержался. Ольга, что произошло? Вы знаете, что, ну, я, наверное, думаю, там все-таки была основная причина это его поведение. То есть там он себя вел, как бы так сказать, не очень красиво, не очень корректно именно и в отношении педагогического состава. То есть не посещал школу и не хотел ее посещать. И, наверное, он не совсем себя правильно вел в интернате. Я думаю, он нарушал те требования, те правила, которые там были прописаны. Вы его ругали? Ну, я его не ругала. Но я его просто убеждала. Я ему говорила, что все-таки нужно как-то стараться себя вести в соответствии с теми правилами, которые тебе предъявляют. Ты приехал в чужой город, в большой город. Вот. Ну, он вот считал, что он взрослый, что он все знает, что он все умеет. А у него тогда вот такое отношение к учебе было, потому что за ним следили или в целом он не очень любил учиться? Ну, наверное, все-таки, я думаю, наверное, ему, может быть, на тот момент не сильно нравилась сама Москва, и он не сильно хотел посещать школу в связи с этим. То есть, наверное, он еще не привык, он не смог адаптироваться к Москве. Какой-то внутренний протест такой пошел. Да, наверное, да. Вот какой-то вот возраст такой у него был очень сложный достаточно, что он не смог там закрепиться, то есть и в школе не смог закрепиться, и в интернате не совсем у него хорошие отношения сложились с воспитателями. И так вот все одно на другое наложилось, и вот получился такой результат. После скоропостижно завершившегося этапа в Академии Локомотива что происходило с Данилом? Павел Банатин предложил ему поехать в Анджи, в интернат туда, в город Каспийск, и попробовать свои силы там. Но Данил у нас, так как и обладает таким характером непростым, он сказал, что я не поеду и туда. И мы опять вдвоем, то есть Павел со своей стороны, я со своей стороны, мой муж со своей стороны, мы убеждали его, что нужно попробовать поехать. Нужно попробовать. То есть он опять хотел вернуться домой? Да, то есть в Анджи, туда, в Кавказскую страну, как бы он вообще не хотел уезжать, потому что это было совсем далеко от Томска. Но мы с моими стараниями, стараниями Павла, мы все-таки убедили его, что нужно попробовать. И когда он туда приехал, он уже более-менее там адаптировался через какое-то время, нашел себе новых друзей, они ему понравились, и там были очень хорошие тренерские составы. Он быстро вписался в данную команду. Какие-то особенно колоритные истории за время работы в Анджи с Данилом случались? Да, на один турнир они уезжали куда-то в горы играть, и когда один из игроков пнул мячик немного дальше кромки поля, недалеко от этого мяча лежала ядовитая змея. Ничего себе. Человек, который футболист подбежал, он немножко испугался, ошарашился, отскочил назад от испуга. Там, получается, они играли в таких условиях, что вот недалеко от поля... Что на обслуживании поля были ядовитые змеи периодически. Да, вот такой случай, да, с ним произошел. А сколько лет ему было на тот момент? На тот момент ему было 16 лет. А вы или он не бывали в Дагестане? Нет. Нет, я ни разу не была в Дагестане, и он тоже там ни разу не был. То есть это первый раз. Сколько он лет там проработал? Три года. Три года. За эти три года вы к нему ни разу не слетали? Нет, он летал к нам два-три раза в год, приезжал, прилетал. Неужели вам не хотелось в этих красотах побывать тоже? Вы знаете как? У нас было двое маленьких детей, да, я не могла никак оставить их. Может быть, если бы я была одна, наверное, я бы слетала, но у нас были дети. А скажите, пожалуйста, были у вас опасения, что Махачкала и Анжи может быть верхней планкой в карьере сына? Вы знаете, что, наверное, я никогда про это не думала. И у меня, наверное, даже было какое-то опять такое чувство, что он добьется чего-то большего. То есть я не думала, что это будет последняя ступенька в его футбольной карьере. Тогда мне интересно, вот скажите, ваши амбиции по поводу сына. Вам, как маме, важно, что вот он чемпион или нет? Победитель или середнячок? Ну, вы знаете, что, ну, наверное, все-таки это для меня не принципиально важно, чтобы он именно был победителем и где-то был на самых первых строчках в турнирной таблице. Ну, главное, чтобы ему нравилось. Для меня это самое главное, чтобы он получал от этого удовольствие. Если бы вы руководствовались этим принципом, вы бы разрешили ему вернуться домой и играть в Томи. Ну, вот сложно сказать сейчас. Не просто было всем, но молодой футболист очень достойно вышел из этой истории. Впрочем, об этом мы поговорим чуть позже, равно как и разберем нюансы попадания в Ростов. Повод называться сыном Карпина и дошираковскую диету игрока сборной России. Не пропустите. А сейчас небольшой перерыв. Мама знает все на Авторадио. Бульдог. Так, по некоторым данным, называет себя опорный полузащитник футбольного клуба Ростов Данил Глебов в повод для столь жесткой ассоциации фирменной футбольной цепкости и умения укусить и прихватить соперника на поле. Эта программа «Мама знает все», которая создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». В студии ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева вместе с нами здесь мама Данила Глебова. Ольга, мы продолжаем. Давайте все-таки уточним, Ольга, Данила правда себя называет бульдогом или это какой-то вымысел такой, интернет-вымысел? Ну да, он себя так называет. То есть он считает, что он настолько хорошо играет, так цепляется за мяч, как именно собака-бульдог. А вы с кем его ассоциируетесь, когда сын на поле? Сложно сказать. Ну, наверное, больше с каким-то, мне кажется, хищным животным. Но тем не менее, этот бульдог реально попался на Дошираке. Они ехали с футбольного матча из Москвы на поезде, он поехал домой, и там он решил съесть Доширак, который часто ел, когда был маленький, когда ездил на соревнованиях на поезде. И вот так это вызвало такой резонанс, что все футболисты питаются Дошираком. Ну, по крайней мере, это бывает, наверное, очень редко, может быть, раз в году. Сам Данил написал в сетях, мол, а что вы думаете, Глебов каждый день раками и крабами питается? Я такой же, как и все. Иногда тоже хочется Дошика. А что он с детства больше всего любил, Куштель? Ну, он почему-то всегда отдавал, наверное, предпочтение, мне кажется, сыру, бутерброды с сыром он очень любил. Да, любил курицу, картошку, обыкновенную простую нашу сибирскую еду. Не был привередлив. Нет. С другой стороны, тот же нынешний Дошик, это же нарушение спортивной диеты. Им уже запрещают фастфуд, по крайней мере, в сборной. Да, то есть у них очень жесткие требования. Он всегда, когда приезжает домой, всегда ограничивает себя в определенных продуктах. Он не ест сладкое, он не ест шоколад, он не ест никакие жирные продукты, никакие калорийные, да, то есть у них очень строго подходит к весу, к параметру, то есть им нельзя набирать, и они должны питаться только определенной диетической едой. Насколько я знаю, сам Валерий Георгиевич Карпин вступился за нарушителя и отметил, что при любой диете, даже самой жесткой, можно раз в неделю скушать что-то запрещенное. Мол, психологически очень тяжело держать себя в руках 24 на 7. Тем не менее, в команде часто проходит контрольное взвешивание? Ну, я так полагаю, что, наверное, их взвешивают, может быть, каждую неделю, а особенно часто у них происходит взвешивание, когда они приезжают после каникул. То есть после отпуска, особенно это зимой, когда он отдыхает долгое время дома у нас в Томске, и потом, когда они собираются на сбор, у них происходит медосмотр, и там происходит взвешивание, и всегда им говорят всем, кто сколько набрал за это время, за время отпуска. Он, как правило, не набирает много веса. Килограмм, два, это обычно, как правило, максимум. Такая, наверное, физиология, что он не склонен к лишнему набору веса. Как Данил Глебов попал в футбольный клуб Ростов? А вы знаете, что это также Павел предложил ему съездить туда на просмотр, и Валерий Георгиевич... Я напомню просто, что Павел, это Павел Банатин, это футбольный агент Данила Глебова. Да. И Валерий Георгиевич решил, что этот игрок подходит для их команды. Вот, кстати, то, что команда и тогда, и сейчас вновь руководит Валерий Георгиевич Карпин, сыграла свою роль? Это личность притягательна для вашего сына? Для моего сына это притягательная, да. То есть он считает этого человека, наверное, тоже самым главным в становлении уже его, как взрослого футболиста. Почему Данила Глебова называют сыном Карпина? Может быть, потому, что он немного на него где-то похож но я думаю, что он к нему испытывает какие-то такие чувства отцовские. Может быть, что Данил приехал туда в 18 лет, совсем, в общем-то, еще не сильно взрослый, не состоявшийся игрок, и поэтому он как-то к нему так относился всегда немножко с такими более близкими отношениями, чем просто тренер. Детализируем психологический портрет нашего героя еще с одним человеком. Это друг с первого класса, который сейчас работает вместе с Данилом в Ростове, Игорь Малкин. Здравствуйте, здравствуйте. Игорь, можно ли про вашу дружбу с Данилой сказать цитаты из знаменитого сериала «Бригада, мы с первого класса вместе?» Ну, да, думаю, мы с первого класса с Данилой вместе. И в школе вместе сидели за портой? Да, поначалу, а потом нас начали рассаживать. Вспомните школьные годы, и что первое приходит на ум? Это, наверное, знаете, это когда мы скидывали портфель и сразу брали, наверное, мячики и ходили на стадион. Игорь, то есть вы тоже весь человек, тоже всю жизнь, по сути, в футболе, да, и начинали вместе там с первого класса вместе с Данилом вот действительно гонять мяч? Да, да, да. Он занимался в футбольном клубе «Томь» в 99-й год. И я у него спросил, у Данила он занимался, я говорю, типа, Даня, ты как раз занимаешься? Говорю, я в «Томи». И я тоже пошел в «Томь». А любимое увлечение, помимо игры в мяч, у Данилы компьютерные игры? Вот вы в детстве много времени проводили, сейчас, по-моему, вместе в Ростове живете. Точно знаете, злоупотребляет ли ваш друг играми компьютерными? Лишь в свободное время мы играем в компьютерную игру, называется «Контер-страйк». Ну, я думаю, вряд ли злоупотребляет. Так, просто соревновательная игра, очень нравится ему побеждать. А чем еще можно пополнить список его увлечений? Знаете, когда мы были в Томске, мы зимой очень любили кататься на лыжах. И это было, так грубо, постоянно. А в Ростове мы очень много играем в настольный теннис. Игорь, а помните период, когда Данил переехал в Москву, мы сегодня уже многое это обсуждали. А вот с вашей стороны что можете рассказать, когда ему было сложно, когда он хотел вернуться? Наверняка он вам звонил, жаловался, рассказывал, как скучает по дому, по маме. Да, когда, получается, уезжал в Москву, он говорил, да, я все готов, поехал туда, буду стараться. А потом, первое время, он говорит, мне очень тяжело, я хочу вернуться. Типа, мне не хватает здесь поддержки, друзей. Я ему говорил, типа, Данька, терпи, будет хорошо, ему все говорили, это просто временно. А потом он, да, собрался и... Все получилось. Домой не вернулся. А есть у Глебова какие-то скрытые таланты, которые известны, скорее всего, только вам, то есть близким друзьям? В детстве, в начальных классах, играли на ложках, в деревянках. Это был какой-то ансамбль? Ложкарей? Да, это было по типу, что-то связанное с доп. образованием, таким, с русским народным творчеством, да. И с первого класса он ходил при школе в этот кружок. Игрой на ложках. Игорь, скажите, как давно вы брали в руки ложки? Честно, это было очень давно, вообще даже не помню. Игорь, скажите, пожалуйста, трудно ли дружить с Данилом Глебовым всю жизнь? Ну, я просто его именно с детства знаю, мне очень легко с ним коммуницировать и общаться. Мы с самого детства, типа, и сейчас уже Данил стал известным футболистом. Если сейчас с человеком знакомиться, с ним очень тяжело в этом плане. Спасибо большое. Друг с первого класса, который сейчас работает вместе с Данилом в Ростове, Игорь Малкин был у нас в эфире. Игорь, счастливо, удачи. Спасибо, до свидания. Ольга, а с какого момента Данила стали вызывать в молодежную сборную России? Ну, если я не ошибаюсь, это, наверное, где-то примерно с 17 лет он уже начал туда приглашаться, и потихоньку он начал уже вливаться в коллектив молодежной сборной России. Это он тогда уже играл в Ростове. А вот наблюдать за игрой сына, когда он в составе сборной, когда он просто в составе какого-то футбольного клуба, это разные вещи для мамы? Ну, думаю, да. То есть здесь получается, что он играет за всю Россию, а там он играет только за один свой город, за один клуб. Поэтому, когда он играл за молодежную сборную России, конечно, мы все очень переживали, мы все болели, мы все его поддерживали, насколько мы это могли, через телевизионный экран, и очень гордились им. А поездки Данила со сборной куда-то, вот какая вам запомнилась больше всего? Когда он играл, наверное, с Францией, наверное, я думаю, это, наверное, больше всего нам запомнилось, когда они им там проиграли, хотя они очень старались выиграть, то это, наверное, был самый запоминающий, наверное, матч для нас. А приключения какие-то были у него в поездках? Рассказывал что-то? Он никогда не рассказывает. К сожалению, не делится ничем таким сильно сокровенным. Когда сын стал работать в Ростове, когда стал ключевым игроком этого клуба, капитаном, когда зарекомендовал себя в сборных, сначала молодежке, а потом и в основной, вам спокойнее за него стало? Конечно, мне стало более спокойно, когда он сам почувствовал себя уже более уверенным, когда он уже сам немного повзрослел, когда он уже больше внимания уделяет, скажем так, и себе, и футболу, когда он уже более ответственно стал подходить вообще к работе своей. Но вот сейчас он, по-моему, вообще счастлив. Я думаю, что да. Ему в самом в Ростове, в городе нравится? Очень. Много болельщиков собирается на матчах Ростова? Да, достаточно большое количество. Публика любит Глебова, как вы думаете? Ну, я думаю, в целом, наверное, да. Поддерживают. Иногда я вижу по телевизору, как некоторые болельщики расстилают такие баннеры и просят «Данил, дай нам свою футболку». То есть я думаю, что да, что они к нему относятся очень положительно. Ну вот на поле он выглядит очень крутым, напористым, уверенным, даже наглым. В обычной жизни он совсем другой. То есть на поле, да, он вот такой вот немножко агрессивный, такой эмоциональный, амбициозный, а в жизни он совсем другой. Мягкий, покладистый, спокойный, уравновешенный человек. То есть я думаю, это совсем два разных человека. Мама знает все и все очень тонко чувствует, а мы пытаемся это передать в нашей программе. Сейчас ненадолго прервемся. Мама знает все на Авторадио. Российский футбольный союз придумал очень хорошую историю. Узнавать лучше наших футболистов через их семью, через знакомство с мамой. Так появилась наша программа, которая выходит при поддержке Газпромбанка. Сегодня все посвящено игроку футбольного клуба «Ростов» и национальной сборной Данилу Глебову и его маме Ольге. Мы продолжаем. Ольга, откуда в молодом человеке такая явно выраженная любовь к творчеству группы «Любе» и к песням Михаила Круга? Ну, это очень сложный такой вопрос. Но я думаю, когда он слушает эти песни, они его настраивают всегда на победу. Но у него же чуть ли не ритуал перед играми, особенно перед принципиальными, включать «Любе» «Давай за», которая песня называется. Да, то есть это его любимая группа, это его любимые песни, которые исполняет данная группа. То есть они его именно настраивают на позитив, на победу. Так, а что с Михаилом Кругом? Тут как зародились симпатии. Ну, вот это мне сложно сказать, потому что пока он был в Томске, жил, он никогда не слушал данного певца. Это значит, где-то зародилось немного позже, и, к сожалению, я вот не знаю. А может быть, тут влияние дедушки? Ну, наверное, он уже начал слушать, наверное, уже, да, наверное, когда он уже перешел в Ростов клуб. Кстати, о дедушке. Мы вновь возвращаемся к нему. Именно о его и мамином воспитании говорил Данил, когда комментировал свой благородный поступок при прощании с командой НЖ. Ольга, расскажите, пожалуйста, в чем суть, чем удивил общественность, ваш сын, прощаясь с дагестанской командой? В то время, когда он играл за футбольный клуб НЖ, он не получал заработную плату. То есть, там были финансовые проблемы, и, покинув этот клуб, он не стал просить зарплату ту, которой они были должны. И сказал просто одно слово, если у них будут деньги, они могут заплатить, если они захотят. А если нет, то мне и не надо. Цитата Данила. Клуб дал мне много возможностей, тратил деньги на мое воспитание. Нужно по-человечески решать такие вопросы. Мама и дедушка мне с детства говорили, нужно поступать по-доброму, не желать никому зла и прощать людей. Ольга, а на таких принципах всеобщего прощения и любви в нынешнее время можно прожить? Я думаю, конечно, что человек должен всегда оставаться человеком при любых ситуациях. Кто еще в вашей семье является хранителем именно таких ценностей и иначе жить не может? Ну, это, конечно, моя мама, бабушка Данила и бабушка моего мужа Ада Васильевна. Вот давайте как раз ей сейчас и позвоним. Здравствуйте. Ада Васильевна, получается, что вы поначалу не очень поддерживали внука, но вот когда увидели, да? Что это параллельно должно идти с какой-то серьезной профессией. А потом увидела его в игре, на тренировках, что действительно он очень старательный, с бойцовским характером и любит, и очень любит футбол. Сейчас Данил замечательный футболист. И самое важное, что он добрый, порядочный, заботливый и очень трудолюбивый человек. Он моя радость, мое счастье, моя гордость. Ада Васильевна, а вы сейчас в футболе хорошо разбираетесь? Разбираюсь. Потом по телефону я обязательно делюсь с ним своими впечатлениями об игре. И если вам что-то не понравилось, вы скажете внуку об этом? Немножечко скажу, корректно. А какая вы болельщина? Ой, ой, ой. Шумная? Я очень благодарная, активная. По телевизору все матчи смотрю. Даже ночью. Даже если я плохо себя буду чувствовать. В процессе игры у меня и болезни отстают. Отстают от меня. Вот если вы в самом начале спортивного, футбольного пути вашего любимого внука не очень поддерживали. И мне кажется, вот имея вы полное желание, вы тогда могли разнести всех. И дедушку, и внука. И все поставить на свои места, чтобы внук, например, не занимался футболом. Не было такого желания. Какие у нас тут были споры и дебаты. Как дедушка мне постоянно говорил о том, что он будет великим футболистом. И ты не навязывайся со своими учебниками, книжками и так далее. Но это вы вырежете, пожалуйста. Это не говорите. Не говорите. Вот так. А я все с учебой, с учебой, с учебой. Но когда увидела этого мальчика на футбольном поле, я была счастлива. Знаете, сам Данила говорит, что дедушка практически заменил ему отца. Вот он поддерживал его. Да, и бутсы покупал. Расскажите, какой был дедушка? Вы знаете, дедушка, это мой муж, естественно, Юрий Александрович Глебов. Он в прошлом старший помощник капитана дальнего плавания. Это образованный, мужественный, сильный, эрудированный человек. И вот то, что вы сказали, там материальная сторона, это само собой разумеющаяся. Это и я делала. Но я считаю, так должно быть. Продолжаем разговор. Вы знаете, нам хочется осветить самые разные моменты, в том числе и какие-то домашние, бытовые. Вот футбол футболом, а посадка картошки по расписанию. Скажите, пожалуйста, вы в своем доме живете? А огород у вас имеется, дача какая-нибудь? Огород был. Когда Юрий Александрович был жив, был огород. Данечка помогал. Ой, он с удовольствием картошку окучивал, он траву полол, ремонтировал забор. Он помогал мне. А когда Юрия Александровича не стало, и Данечка уехал в Москву, мне стало очень тяжело держать огород, обрабатывать. И я с ним рассталась с огородом. А в свое время, до поездки в Москву, Данечка мне тоже помогала. Понятно. А вы сейчас ему помогаете, знаете, в каких-то моментах там, да, по работе своей внешностью, по работе по своему имиджу. Вот как вы, например, отнеслись к тому, что ваш любимый Данечка лет в 19 отрастил такую бороду? А вот, воюю, не хочу. Не хочу. Я говорю, что она его портит, что он очень красивый, ему лучше без бороды. А он, значит, не слушается, да, вас, получается? А он улыбается и говорит мне, баба, я попозже ее остригу. Сейчас у меня с зубами проблемы. И у меня несколько скрывают вот эти вот эти борода и усы, скрывают мои не очень красивые зубы. Они у меня сейчас вот на лечении находятся. Вот. А сам улыбается. Вот. Иногда я его так достану, что он маленечко рассердится. Но мы с ним беседуем по три, по четыре, а то и по пять часов. А вот когда ждете? Понятно, что у этих футболистов режим питания очень строгий. Но наверняка-то бабушка умеет обходить эти все запреты. Балую. Балую. Знаю, что ему нужно. Знаю. Знаю обязательно, что он любит отбивную. Знаю, что он любит гранатовый салат и так далее. И всегда рада, когда он с удовольствием ест и меня благодарит. Бабушка Данила Глебова, Ада Васильевна Глебова была у нас в эфире. Спасибо вам огромное. Здоровья, удовольствия, ну и, конечно же, футбола по телевизору в любое время суток. Спасибо и вам. Ну, бабушка безумно любит внукова. Он у нее один. Ольга, но вы ведь тоже бабушка. Очень молодая, но бабушка. Да, Данил, да. Решили они вот, да, создать семью. Данил стал отцом в 21 год. Он вас этим удивил, шокировал, испугал? В первую очередь, наверное, он испугался сам. Он, наверное, испугался, что вот он еще такой молодой, что он еще такой совсем юный, а вот уже родился и ребенок. Он сам был немножко шокирован тем, как получилось, что он станет отцом так рано. А в качестве отца он как-то по-другому открылся для вас? Вы знаете, мне кажется, он сразу, мне кажется, лет на пять повзрослел, когда родился ребенок. То есть он как-то еще был ребенком до рождения своего собственного ребенка. Когда родилась у него дочь, он сразу стал взрослым папой. А его хватает на семью, все равно же это тренировки регулярные, очень много работы, ему достаточно времени, сил. Когда он приезжает домой, он все свободное время проводит с ребенком. Очень редко, когда он выходит куда-то с друзьями, он всегда находится с ребенком, с женой. Они часто ходят гулять, они едят в магазины, они ходят на прогулки, выезжают за город. То есть он старается уделять как можно больше внимания дочери. Спокойная семейная жизнь такая, да? Ну да. Осенью прошлого года Данила Глебов впервые получила вызов в сборную России. Как это было? Ну, это была такая тоже очень интересная ситуация, когда он уже собирался к стоматологу в городе Ростове-на-Дону, и здесь ему поступает такой неожиданный звонок от Валерия Георгиевича. Происходит приглашение в сборную России, он немножко этому не поверил, но я так думаю, что он всегда в душе этого хотел. Еще один знаковый эпизод про Глебова. Однажды ему на стадионе кто-то из болельщиков крикнул. Ты еще молодой, не играй ради бабок. Что ответил ваш сын? Он сказал, я не играю ради денег. Я играю ради команды, я играю для команды. Я никогда, говорит, не играл и не буду играть за деньги. Он не слукавил? Ну, я думаю, нет. По крайней мере, я ему всегда говорю, что деньги не должны быть на первом месте для тебя. Пусть будут и деньги, и победы, и чемпионства, и новые клубы. Пусть не будет травм и грубых болельщиков. Этого мы искренне желаем всем участникам нашей программы. Ольга, спасибо вам огромное. Наша программа завершается. Благодарим, что нашли для нас время, слова и чувства. Всего вам самого доброго. До свидания. Все выпуски программы «Мама знает все» доступны на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, подкасты ВКонтакте, на сайте авторадио.ру и в социальных сетях сборной России по футболу. Всем до свидания. Самые близкие и важные в жизни люди мамы помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...